А тем временем мы заехали в университет, вернее я заехал и занимаемся мелкими делишками можно сказать. Пытаемся закончить все начатое, статьи, публикации, новые договора подписать, старые договора закрыть, поэтому такие маленькие дела. Вот это называется Саша психанул, снял карту двери отсюда, оттуда, вот они в принципе сзади лежат, что будем делать? Дома просто все поменяем, сядем себе спокойно, никуда не спеша, дома все поменяем, потому что то погода не летная, то времени нет, еще что-то, а так сейчас раз-два и поменяем и все будет у нас хорошо. Надеваем очки, едем домой, потому что нужно домой. Друзья, всем здравствуйте, у нас сегодня новый день, как вы можете видеть, конечно, погодка хорошая, радует сегодня, утром было плюс 16, сейчас уже плюс 19, но мы приехали в университет, надо было кое-что распечатать и еще узнать насчет своей статьи, мы еще одну статью сделали, теперь ее нужно оплатить, а где найти бюджет на все это, нужно тоже найти, теперь в университете, кто будет спонсировать, но сейчас не об этом, в университет мы поедем чуть позже, сейчас у нас другой вопрос, у нас есть вот такие два замечательных автомобиля, вы их помните, вернее один из них вы знаете, Opel вы знаете, это мой и Toyota Prius еще, она не моя, но как бы Toyota управляй мечтой, ключи у меня, есть только одна проблема, стоит она очень долго, аккумулятор сел и нужно сейчас эту машину спасать, что мы будем делать, ну будем пробовать наш Powerbank, заведет он или нет, эту машинку, мне даже самому интересно, поможет эта штучка хоть как-то или нет, потому что стоит он очень долго, несколько месяцев, он уже просто стоит без движения, без ничего, поэтому идем пробовать, что из этого получится, так, на роль не обращайте внимание, так, чтобы показать вам, что этот автомобиль абсолютно не заводится, вот ключ, вот кнопка, мы нажимаем, у нас вообще ничего нет, то есть вообще, ну давайте дергать за капот и пробовать открывать все это дело, что мы делаем с Powerbank, Powerbank просто мы открываем здесь, сейчас покажу, и просто вставляем, здесь не перепутать, потому что здесь выходы разные, так все, теперь красный красный, но черный к минусу где-то найти, не можем пробовать, Powerbank заряжен полностью, ну что ж, ключи оставлю здесь. Давненько я здесь не был, здесь какой-то ремонт затеряли, плиточку ложат, это прикольно, кстати, ну а нам, как всегда, вот это большое здание, сейчас мы пойдем искать то, что нам нужно, ну а сюда думаю, нужно будет вернуться уже к сентябрю, здесь все обновят, будет намного красивее, наверное, посмотрим, но пока так, пока стройка. Итак, друзья, не так проблемы с машиной, не так проблемы с машиной, как человек уехал еще в январе месяце, ой, в феврале месяце человек уехал в Украину решать свои дела, оставил здесь комнату, которую снял, оставил вот эту машину и уехал, потом в марте начался карантин, он не успел приехать, он не успел приехать до карантина и теперь получается человек, по сути, с февраля месяца по июль, платил просто так за жилье, не жил здесь, автомобиль у меня стоял все это время и получается вот так вот карантин разрушает возможности, желания какие-то работать и так дальше, ну конечно же человек там пробует сделать визы, как-то получить все-таки возможность приехать сюда, но пока безрезультатно, поэтому сейчас мы едем еще раз ему помогать, первый раз я машину забирал после ремонта, она стояла на СТО, я забрал ее к себе и сейчас поедем, освободим комнату, в которой он жил, потому что, потому что, потому что, он сказал, что уже надоело платить, а конца и края не видно, поэтому мы едем. Да, как только включил камеру, сказала, что мы едем, у нас красный свет, как всегда. Хоть у нас на улице и начало июля, но погодка не радует, уже несколько дней холодно, сегодня прям такой дождик с самого утра, и я выходил, было плюс 13, сейчас пока проехался здесь по городу, в Новый город приехал, плюс 15 стало, в Новый город, но я вместе с собой приехал, стало плюс 15. Как-то погодка не радует, хотелось там, не знаю, на какой-то на пляжик выбраться, не говорю там про Палангу поехать, но хотя бы на пляж выбраться, уже тут нашли, возле Тракая, недалеко, там Токальню нашли, пляжики есть, но как-то погода не позволяет, поэтому придется опять сидеть дома, ждать, пока закончатся дожди, и потом... Да, сначала жалуешься, что жарко, потом жалуешься, что холодно, и получается, ни туда, ни сюда, ну да ладно. Сейчас мы приехали опять в миграцию, кое-что еще отдать, узнать, и надеюсь на этом все до осени, ну, посмотрим. Ладно, пойдем, это дождик-дождик. Итак, друзья, приехала к нам еще одна посылочка с Китаем, и она тоже для автомобиля, сейчас я вам покажу, что здесь такое. Это я решил себе заказать, давно хотел, чтобы... Ну, оно будет кочевать с машины на машину, потому что это такая штука, которая быстро снимается. Так, сейчас... Коробочка, конечно, такая пометая, все, ну, не знаю, что в середине... О, в середине все хорошо. Хорошо, вот, наша такая штучка, это экран для проекции скорости как бы на стекло, но у него свое собственное стекло, и сейчас мы будем смотреть. Вот так это все выглядит. Ссылочку я оставлю в описании. Так, что у нас здесь? У нас здесь две коробочки, получается. В главной коробочке у нас самоустройство. Все так запечатано красиво. Самоустройство. Как-то так по-богатому сделано, я бы не сказал, что дешево. Хотя я его покупал по скидке, была распродажа, поэтому... Вот. Вот. Такое вот устройство. Здесь вот это стекло, оно поднимается, мы его настраиваем, как бы здесь сам экран, и, получается, с него идет проекция на вот это стекло. Сейчас, я думаю, мы попробуем все это сделать. Включается оно через... здесь через микро-USB и к OBD-разъему в машине, поэтому оно должно подходить практически к любому автомобилю. Так, здесь у нас в комплекте еще антискользящий коврик для этой штучки. Потом, это что, протирать стекнышко, инструкция и это, наверное, сам шнурочек OBD-шный. Так, да, сам шнурочек, ну, довольно-таки длинноват. Ну, не знаю, сейчас посмотрим, потому что здесь в самом OBD-разъем находится аж возле прикуривателя на центральной консоли. Посмотрим, хватит ли его вообще. Ну, обидно, конечно же, что в комплекте нету, знаете, таких пластиковых штучек для прокладки кабелей, чтобы там чуть-чуть пластик поддеть. Почему-то нету. Ну, да ладно, сейчас попробую установить все это и посмотрим, как оно будет работать. Ну, впрочем, установил я эту штучку, хочу показать, как это выглядит. Вот проекция. Я сейчас пока просто ее сбоку поставил и все. Здесь у нас есть различные режимы. Температура. Температура двигателя. Можем переключать. Так, это напряжение на аккумуляторе. Господи, сейчас, чтобы было удобно нажимать. Неудобно одной рукой все делать. Так. Ну, давай. Это трип, сколько мы ехали, 13 минут, 2,9 километра проехали. Это средний, что-то не понимаю, это расход может или что, но как-то непонятно, 2,4. Да, наверное, это средний расход. Да, 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 да. Кстати, его можно сравнить с показанием... А, нет, мы не можем. Здесь, получается, средний расход показывает, а здесь показывает 0,5 литра в час, потому что мы стоим как бы. Ну, да ладно. Это обороты наши. Сейчас, вот так, чуть-чуть. Получается. Примерно там 1400 держим. Понятно. И что еще, время можем выставить, ну, кому что. Или просто скорость можем выставить, и все. Вот, просто скорость будет. Или что-то еще, если вы хотите. Ну, пока первое впечатление прикольная штука, еще нужно посмотреть. Еще покажу движение, как она показывает, конечно же. Вот так, в принципе, на трассе видно. У нас сейчас солнышко, ярко, и оно видно очень хорошо. Скорость, конечно же, здесь на спидометре и на картах отличается. Поэтому на GPS лучше сравнивать с GPS, и потом уже понимать, кто как врет. Ну, в принципе, мне штучка нравится. Будем пользоваться. Еще интересно, как она ночью будет. Не очень ли ярко, и можно ли уменьшать яркость. Ну, не знаю. Походу, придется почитать инструкции все же. Но пока очень сильно доволен, на первый взгляд. Субтитры сделал DimaTorzok